всем привет с вами про геймер в этом видеоролике я бы хотел вам рассказать об очень интересном приложении и называется приложение wine scribe а также отмечу что это приложение доступно совершенно бесплатно на платформу google play или же appstore а на платформу google play это приложение имеет вот такую вот статистику статистика довольно хорошая не у каждого приложения и подобные но также перед началом самого видеоролика хотел бы вас попросить подписаться на мой канал ведь меня смотрят больше всего туре и без подписки подпишитесь мне будет очень приятно но мы начинаем сам видеоролик и так приходим данное приложение у нас открывается вот такой вот интерфейс интерфейс довольно таки несложный разобраться в нем проще простого для начала вы видите такие функции как локации то есть именно регионы которым вы можете подключаться их достаточно много то есть некоторые конечно же под премиум доступом за который вам придется западе не чтоб иметь доступ к ним а некоторые бесплатные проекта 9 из действительно очень круто дальний вас идут понравившись а вот те регионы которые можешь получить за просмотр видеоролика и далее во два раздела я им особо не пользуется сядах не знаю что не себя представляют также конечно сейчас бы рассмотреть премиум версию она довольно таки дорогая то есть 799 рублей в месяц или же на один год 4290 рублей то есть решали вам хотели вы ее покупать или же нет то есть конечно плюс или плюс его этого всего тоже имеется то есть доступ ко всем регионам и так далее . читаете там все это делом объясняя вот как вы допустим выбрали регион так вот ему сразу можете подключиться далее вот и есть разделы general аккаунт connection в общем а такие раздела которого в чем-то тоже помогут настроиться подъезды к подкорректироваться то есть какой язык вы выберете далее можете посмотреть версию то есть если она довольно таки хорошо сидит на вашем устройстве либо же ее поменять на другую итак нажимая на большую кнопочку в правом верхнем углу у нас вылезает вот такое вот уведомление запрос на подключение приложение wine scribe пытается установить vpn соединения чтобы отслеживать трафик этот запрос и тут принимать только вы если вы доверяете источнику я на данный метод нажимать ok не буду есть я нажму у меня просто остановится запись видеоролика после того как вы нажимаете кнопку ok у вас сразу же подключится vpn соединение отключить его точно так же очень просто то есть тут проблем вытекать уже не должно далее теперь чтобы перейти к самым остальным проблемам которые случаются при работе в этом приложении итак первая проблема что делать здесь это приложение у вас вылетает отмечу из-за чего она может вылетать она может улетать из-за того что есть совместимость в обновлениях его плохо обновлена система вашего телефона либо же плохо обновлено само приложение то есть что-то из этого для начала я вам рекомендую обновить систему вашего телефона а потом уже само приложение приложение обновить достаточно просто вам потребуется зайти на платформу плеймарты или же appstore и уже все это дело там обновить а вот систему телефона обновить вам уже посложнее для этого вам потребуется зайти в раздел настроек на строках ищите такую функцию как о системе она может называться и по-разному как о телефоне об устройстве то есть название могут принес совершенно разными после того как вы ее нашли далее заходить туда и там уже сразу активируйте еще одну функцию называется на авто обновление то есть ее вам потребуется всего лишь то активировать перетащить ползунок на activation и все не более этого и проблема решится на телефонах samsung это делать немножко по-другому у санцунгов своя система именно обновление системы есть такое приложение как обновление по именно она то вам и потребуется для решения подобные проблемы то есть если вы хотите допустим там уже все это дело решить то есть быстренько обновить 7 телефона просто придете ванна приложение того же все это дело сделаете то есть и проблем тоже возникать особо никаких не дружно также конечно же, хотел бы вам рассказать следующую проблему, что делать здесь? Это приложение у вас лагает. Отмечу, из-за чего оно может лагать. Оно лагает из-за того, что под него выделяется малооперативной памяти, в соответствии чего и проходит лаги. От лага вы тоже можете избавиться. Сделать это достаточно просто. Вам потребуется перейти просто в раздел настройок, приложение. Там далее отключить приложение, которое потребляет оперативную память в фоновом режиме. То есть такие приложения вам, сразу говорю, не нужны. Они только занимают дешместа и оперативную память потребляют в целом. То есть не думаю, что они вам потребуются. После этого также скачивайте приложение. Любое из этих двух перечисленных. Апкиплен либо же Клинмастер. Два довольно-таки очень крутых приложения. Специально-таки для подобных проблем. Они их довольно-таки быстро устраняют. То есть, в общем-то, если вы не знаете, как пользоваться какими-либо из этих приложений, то есть просто перейдите на мой канал, посмотрите туториалы. Я снял обзоры на каждое из этих приложений. То есть там трудности тоже возникать особо никаких не должно. Также есть способ для критично слабых телефонов. Проделывается он следующим образом. Просто берете, переустанавливаете само приложение и после каждого его использования чистите в нем кэш. Способ 100% работает. Но он у вас будет занимать чутка больше времени и интернета. Если вы не хотите, чтобы он у вас занимал много интернета, просто берете, скачиваете готовый установочник в браузере и все. То есть интернет у вас будет занимать куда меньше. То есть такая проблема тоже решится очень быстро. Но все равно какую-то часть интернета вам придется менять потом на именно обновление. То есть само приложение этот установочник менять на уже более обновленный, чтобы система могла его в целом вывозить. Как-то так. И переходим к последней на сегодня проблеме. Что делать, если вы обнаружили баг в этом приложении? Объясняю, что такое баг. Потому что многие из вас даже не знают, что это. Баг это ошибка в приложении. Возникает в следствии того, когда разработчики пытаются обновить приложение. То есть что брать, что добавить новое при написании программного кода, они могут допустить ошибку. Эта ошибка и будет сказываться в виде бага. Баг это ошибка в приложении. Самостоятельно от бага вы никак избавиться не сможете. Для этого существует специальный раздел от техподдержки, которые вам и потребуются для решения подобной проблемы. То есть как-то так. Что вам для этого требуется сделать? Зафиксируйте баг, снимите его на небольшой такой видеоролик. Дальше подготовьте текст, что именно этот баг представляет всю основную информацию о нем, как его убрать. В общем-то посоветуйте разработчикам. То есть и все. Они в ближайшее время его должны устранить. То есть не знаю в течение какого времени они это будут делать, но в ближайшее время точно должны это сделать. Также конечно же хотел бы вам порекомендовать мой второй канал, на котором я снимаю игровую тематику. Ссылка на мой второй канал будет в описании. Не забудьте на него перейти и подписаться. Тем самым вы сделаете мне очень приятно и заматируете меня дальше работать. То есть это то, что должно учитывать и понимать. также хотел бы попросить вас написать в комментариях на какое приложение мне записать обзор в дальнейшем, ведь тем самым вы поможете мне в конце концов добить тысячу туториалов на моем канале. Мне сейчас это очень сильно нужно и надеюсь в этом плане вы меня поддержите и напишите на какое приложение записать мне обзор. Также конечно же хотел вас попросить, если этого приложения не будет на платформе PlayMarket или же App Store, то просто оставьте ссылочку, где я могу его скачать. Тем самым вы мне очень сильно поможете, чтобы я не затруднялся, тоже не тратил много своего времени и так скажем, это все дело не искал. То есть тоже должен это учитывать в какой-то степени вы. Ну а также внешне же хотел бы рассказать немножко информации по поводу моего второго канала. То есть там я сейчас снимаю компьютерные игры, но в дальнейшем будет мобильные. То есть все зависит от вас. Если вам нравятся мобильные игры, буду снимать мобильные. Нравятся компьютерные игры, буду снимать компьютерные. Как вам понравится, то в принципе я и буду снимать. То есть как-то так сделаем. Надеюсь, вы выберете, конечно же, компьютерные игры, потому что никуда интереснее мобильных. То есть вот как-то так. Ну а на этом я уже буду завершать сам видеоролик. Спасибо всем тем людям, кто смотрел его до самого конца. С вами был Пару Геймеров. Всем до новых встреч, друзья. Увидимся в следующих видеороликах. Субтитры сделал DimaTorzok